29 апреля, среда, шестые лунные сутки. В 9 часов утра ламы Сакчендугана и Волгинского дацана начнут читать молебен Бринзагл. Этот молебен переводится как защитный ритуал невесты или, если его проводят перед свадьбой, то защитный свадебный ритуал. Почему в этом молебне такое большое внимание уделяется невесте, девушке, потому что именно девушка меняет семью, и своей родной семьи она уходит в другую, и ей больше всего трудности это сулит. Было принято раньше приходить перед тем, как выходить замуж, к ламе, чтобы лама мог посмотреть совместимость гороскопов мужчины и женщины. И после того, как он это посмотрит, уже отправлял на какие-то ритуалы. Существует много параметров в буддизме совместимости, но больших таких параметров четыре, и лама больше всего обращает внимание на совместную жизнь, на деторождение, на совместные возможности, в том числе материальные, и на совместный хеймарин. В данном случае имеется в виду гармоничность пары. И если мы понимаем, что от женщины зависит, например, деторождение, то удивительно, что и такой параметр, как материальные возможности пары, тоже зависит от женщины. Почему? Потому что женщина является хранительницей домашнего очага, и именно она может поддвигнуть своего мужчину на то, чтобы он в материальном плане становился все выше и выше. Задумайтесь об этом. Лама отмечает, что сходятся обычно всего один-два параметра, и чтобы помочь в дальнейшем этой паре, их отправляют на защитный ритуал, например, на такой, как Бринзагл. То есть, этот ритуал является универсальным и помогает сглазить как какие-то астрологические противоречия, так и противоречия, которые возникают внутри пары. Но когда вы сходите на такой ритуал, а на нем могут побывать не только те пары, которые вступают в брак, но и которые давно уже находятся в браке, не надо думать, что вы посетили этот ритуал и можно теперь жить спокойно. Ламы говорят, что ритуал это все-таки создание условий, а воспользуетесь вы этими условиями или нет, зависит от вас. Продолжение следует... Продолжение следует...